Всем здравствуйте! Я всех приветствую на своем канале своих любимых, дорогих, незабываемых, единственных моих подписчиков. Ну и тех, которые первый раз ко мне зашли на канал. Добро пожаловать! Хочу выразить свою благодарность Светлане. Это мой спонсор, который живет в республике Коми, город Ухта. Светочка, дорогая моя, спасибо огромное! Спасибо большое, что вы меня поддерживаете. Поддерживайте мой канал материально. Спасибо большое! Итак, для всех сейчас будет онлайн расклад и тема будет такая. Как оценивать меня начальство? Ценный я работник? И какая вообще я работница? Как я вообще работаю на своей работе? Итак, давайте посмотрим. Сейчас я буду выкладывать 6 карт. Ну, уже как бы стало это уже нормативом. 6 карт. Вам нужно будет выбрать чисто интуитивно одну карту. Себя. Вот подумайте, какой вы работник? Как оценивает вас ваше начальство? Что оно о вас думает? Ценный ли вы работник или нет? Подумайте об этом сейчас хорошо. И выберите всего лишь одну карту. Чисто интуитивно. Обязательно интуитивно. Потому что я буду трактовать только то, что я буду видеть. Поэтому интуицию включайте. Итак, первая карта. Как оценивает вас начальство? Вторая карта. Как оценивает вас начальство? Третья карта. Как оценивает вас начальство? Четвертая карта. Как оценивает вас начальство? Пятая карта. Ну и шестая карта. Подумайте хорошенечко. и тема как оценивает меня начальством насколько я ценный работник насколько меня ценят на моей работе и так далее все загадали ну давайте тогда будем смотреть итак первая карта как оценивает вас начальство знаете плохо оценивает плохо скажу так может быть вы работаете с утра до вечера понимаете вот просто уже как выжатый лимон потому что ваша работа это уже ваша ваш дом родной вы оттуда уже не выходите вы живете там и и спите и работаете но начальство потому почему-то постоянно видит что вы спите работать не хотите до лентяйничайте ничем не занимаетесь вот так вас видит начальство вашего так она оценивает вас почему почему да вот почему потому что видят что вы скорее всего стройте какие-то может быть планы иллюзорные делайте вид что вы работаете а по итогу ничего конкретного вы не делаете и они не видят никакого результата они видят только ваш такой сказал скажем вымысел некий в голове типа я работаю также еще как вариант я хочу сказать но все-таки общий расклада здесь еще выходит и второй вариант второй вариант такой ваше начальство вас оценивает да и они видят ваши способности насколько вы много больше можете работать насколько вы знаете богатые новыми идеями если вы чем-то там знаете так так скажем загорелись и вы обязательно должны это сделать и начальство это вас ценит и вы действительно для своего начальства выглядите таким немножко радужным таким знаете как человеком который все сделает для нас она у нее все получится на все сможет вот так вот цены или вы работник для своего до цены либо работник но принципе до цены работник до цены работник опять же вот видите двояка здесь идет у меня с одной стороны да вот здесь идет что начальство действительно не ценит и видит вас человека который очень жесткий холодный который умеет только поболтать в принципе ничем не занимается и может только кутить так скажем до развлекаться на работе в принципе ничем не заниматься гулять и пита на работу приходить поздно спать на работе да или же здесь идет как о том что начальство вас ценит как хорошего работника который умеет разговаривать который умеет общаться который умеет доводить дело до ума и при всем этом умеет пировать умеет до побеждать и так скажем отмечать эту радость отмечать эту победу вот вот так вот здесь во втором раскладе двояко или ненавидят вас по той причине которая сказала или же вас любят по той причине которая тоже сказала так как оценивает ваш вашем начальством как оценивает но в принципе в том и в другом случае в том и в другом случае начальство полностью вас еще не знает они знают вас только настолько насколько вы себя показываете или хорошим работником который действительно в поте лица пашет и дает интересные какие-то направления какие-то идеи и так далее или же как работника который действительно делает убегает с глаза до чтобы они вас не видели как бы и просто как бы числитесь вы что он у вас там что вы у них там работаете поэтому начальство с полностью нормально да вот какой вы действительно есть до человека они вас разглядеть не могут как работника дальше дальше как оценивает вас ваше ваше начальство по 2 по 2 плохо оценивает начальство плохо но скажу сначала не вот сразу же идет как два варианта почему-то здесь как оценивают или как работника плохого который вообще работать не хочет ничего не получается вечно болеет вечно отгулы берет вечно как называется больничный да чтоб всегда плохо как-то ему то болит то тошнит то еще то ему на декрет нужно выходить или еще как-то или же оценивает вас знаете как человека который старается много работает но что же он такой бедненький несчастники все в жизни ему прям не везет всем зарплаты большие а вам зарплата маленькая и причем они об этом знают знают что вы работаете хорошо а зарплату вам маленькую а премии вам никакой всем раздали а вам нет причем начальство это знает знаете почему они так относятся ну потому что они к так ученика будто вы или выглядеть так убогенько и они думают а я их и так хватит начислим не там 20 копеек сверху при им премиально ее будет и да и хватит и так понимаете потому что вы выглядите вот как-то бедненько не как будто нищенствуете вы такая несчастненькая вот вот прям жалко вас жалко и вот так начальство и оценивает вас дальше цены ли вы работник ценного ли работник нет нет господи уходите с этой работы уходите с этой работы не ценить не начальство вас вообще не знаете и думать что работник вы плохой но вы с это работаете не можете потому что здесь по дьяволу идет привязанность к этому месту понимаете мой вам я тоже вот смотреть не хочу потому что я вам одним словом говорю уходите с этой работы ничего на этой работе никогда хорошего не будет вы всегда будете виде жертвы в этой на этой работе и еще знаете мне такое ощущение что там где вы работаете это место нехорошее это место дьявольская дьявольская там черти по углам бегают и все кто туда попадают никто как будто оттуда во выйти нормально не может все больные все голодные денег нету все что дают непонятно куда уходят деньги потом зарплату выдали течение недели потратили на что потратили не знаю не знаю опять денег не хватает куда это годится вот на таком месте вы работаете вы как жертва обстоятельств я вы знаете даже предположить не могу место где вы могли бы работать это ужасное место здесь по дьяволу идет понимаете по дьяволу идет и вы сколько раз причем уже задумывались о том чтобы уйти с этого места чего не уйдете не можете не можете может быть это место магии да с мясо маги связано с дьяволом связано я не знаю на кладбище что ли вы работаете вот не пойму я понимаете хотя на кладбище нету тему его только вызывать надо но вот в этом месте где вы работаете там под прям дьявол к сам дьявол ужас и вы больные все ну конечно как по-другому то не в священном же месте работаете до светлым конечно больные будете поэтому уходите уходите с этой работы проман про начальство я вообще молчу может быть ваше начальство но есть сам дьявол понимаете вот эти вот директора начальники таких аленые ходят а вы как на них работаете непонятно как на кого вот как то так не хочется вам сказать не обижайтесь говорю как есть говорю как вижу уходите с этой работы и будет вам счастье попытайтесь уйти я понимаю сложно я понимаю сложно по дьяволу всегда сложно это сделать но это сделать надо если вы хотите жить дальше потому что у вас уже здесь и зимой наверное болели постоянно да и жалуйте постоянно отгулы может быть берете поэтому потому что вы себя прийти не можете это очень тяжело здесь работать дальше кто загадал третью позицию у вас есть вообще жрица но жрица уже сразу тайну стали до запрет печать не узнаешь что тебе думают начальники а зачем тебе это знать вот мне интересно вы в каком месте работаете что у вас сразу жрица выпадает а жрица это тайна это ведьма да это такое место как тихое болото которым только черти водятся ой вообще а мне еще потом всегда говорят яночка вы с таким чувством юмором поднимаете настроение да конечно буду после поднимать настроение когда я сама смотрю здесь хохочу вообще вовсе потому что такие карты выпадают а как не их рассказывать без чувства юмора по-другому никак давайте посмотрим как оценивать все-таки вас начальство давайте я пробью это все-таки жрицу и мы посмотрим как же вас все-таки оценивать начальство ну ну хорошо в принципе хорошо потому что вы мастер своего дела да вы очень много работаете работайте наверное очень рано давно кузнец своего счастья может быть вы много профессий поменяли множество работ поменяли до помещение поменяли сейчас на этом месте вы считаете что лучше здесь работать тихо спокойно каждый за себя до начальства в принципе не видно ну что есть что его нету да мы так видим там ольгу семёновну там или петра васильевича один раз в неделю да и все здрасте сказали и каждый пошел по кабинетам все вообще ваше место такое я не знаю работа такая знаете как чуть ли не блатная мне хочется сказать небе лежачего что работы что не работа никто не контролирует все тихо плавно и спокойно каждый из вас работающих там ада на этом месте каждый выполняет тихо спокойно свою работу как в цеху знаете зашел ты в цех у каждого там свой кабинетик такой небольшой он сел там за столик стал что-то чинить там тихо спада шум есть но каждый занимается своим делом и все и здесь тоже самое работу вы любите вместо в это вы вы знаете вы больше не место тоже любите а свою работу любите потому что вы такой такой мастер вы просто без работы жить не можете и вы настолько любите дело которым вы занимаетесь это просто это ваше вот вы в своей вот в своей стызе вот этой до находитесь и прям такое ощущение как будто бы прям нашли тихо спокойное место чтоб никто не трогал чтобы никто не дергал чтобы это начальство один раз неделю видел да и слава господи его не этого хватит и все и занимайтесь своим любимым делом и занимаетесь любимым делом дальше как оценивать начальство какой вы работник но работники я сказала вы потрясающий мастер просто профессионал да вы очень ну специалист то есть специалист я бы еще сказала знаете высокого профиля такого очень так работы вы работу эту вы любите наверное знаете самого детства мечтали наверное об этом да потом учились и на это и вот как закончили там институт университет или училище да и пошли работать по этому профилю и кстати коллег многие может быть тоже доработать может быть на этом же месте кто изначально были был с вами да так скажем в упряжке дальше как ну здесь все нормально я так вижу нормально до деньги есть деньги приходят деньги уже наверное да то есть за счет этого бизнеса далее этой работы вы собираете денюжки не так много но слава богу все что можно было купить в своей жизни вы купили сами купили и дом может быть и машину и однокомнатную квартиру да например там все вы сделали за счет этой работы за счет своего своего профессионализма вот это я хочу сказать я хочу это подчеркнуть тоже вам просто так никто ничего никакого руководства никогда на белой каемочке вернее на белом на белой блюдечке золотой каемочкой ничего не преподносила вы все добивались сами ну и хвала вам конечно да хвала здесь очень сильная женщина вот вы сильная женщина да вот кто загадал третью позицию сильная женщина мудрая спокойная стабильная каждый день дом работа дом работа дом работа и все и уже вы просто нашли себе хорошее место где и начальство как бы вас да то есть уже не трогать не дергает потому что уверены вашей работе как вы умеете работать что там смотреть то за вами в любом случае хорошо сделаете и все так понятно дальше кто загадал цифру номер четыре так как оценивает вас начальство как оценивает вас начальство ну я бы сказала неоднозначно потому что вы и работать умеете и погулять наверное отдохнуть тоже умеете да вы больше любите себя вы любите держать баланс да ну потому что наверное сходитесь той так скажем пословицы работа не волк в лес не убежит поэтому чё там за целый день не переделала я за всю жизнь все равно не переделаю ничего оставлю на что-то на завтра на завтра тоже чтоб хватило работы вот так и живем да поэтому переминаясь с ноги на ногу может быть вы имеете две работы или две подработки или работаете на одной основной работе на 2 куда-то еще бегаете там подработать лишние денежки не помешают правильно ну и замечательно вот так и работы начальство об этом знает иногда дум иногда старается даже вас не трогать потому что понимают прекрасно что может быть у вас большая семья в семье только работаете вы и все тащите на себе и это тоже они знают поэтому как-то не трогают молчат по поводу как оценивают да не как оценивать они больше вас с пониманием к вам относятся чем оценивает плохо вас или хорошо вас нет больше с пониманием что ну крутится как белка в колесе до пытается как-то в этой жизни выжить вот и все дальше ценовый работник в глазах до цены ли работник какая вы на работе но я бы сказала знаете но здесь магии пахнет не по не могу понять вот магина работа пахнет вот такое место еще знаете если не вы там работать не будете да никто больше работать там не будет потому что место где вы работаете очень специфическое знаете в темноте на отшибе в холоде в темноте мало ли кто будет работать еще если запах неприятный еще есть и кладбище рядом до попахивает некромантии вот этой но вряд ли кто будет работать знаете прям хочется сказать патологоанатом что ли вы простите но говорю вот как чувствую да потому что вот эти веет отсюда потому что нового специфическая у вас профессия специфическая и место может быть тоже специфическая не каждый пойдет туда работать начальство ваш это знать поэтому молчит и думает господи не трогай уже и и пускай она там же лет 30 работает но есть она идет кто еще придет на ее место ну кто же еще придет никто не придет все молчим тогда поэтому с этим местом вы повязаны с этим местом вы связаны начальство вас понимает уже знаете они к вам уже относятся как я не знаю к родственникам и близкому поэтому здесь говорить оценивать оценивающим каком-то да нет здесь ничего такого нет оценивающим никак но есть она есть она уже как своя просто вот так вам относится вот не интересно вот кто загадал четвертую позицию напишите пожалуйста где вы работаете потому что у меня недавно был расклад перспективы по моему работаешь такой был там написано и я по пятому по пятому смотрела что сказала где люди работают им нет действительно стали писать да я на откуда вы знаете то есть вы правильно увидели я работала там в таком месте работают действительно подвал темные рядом кладбище рядом болото и у меня такое ощущение что вы тоже вот вот такого плана вот такого плана и здесь работка идет вот напишите потом где вы работать мне просто интересно интересно я не буду говорить чтобы вы уходили с этого места не буду говорить потому что не выпадает это но могу сказать что только вы здесь можете работать на скорее всего ну или еще как несколько человек такие же как вы да так как оценивать начальство цены левый работник да да вы профессионал вы ценный работник говорю вам сто процентов вы очень умный очень умная женщина у вас много достоинств очень много талантов вы можете вообще практически наверное я пальцев не хватит перечислить что вы перечислить что вы еще можете до сделать в этой жизни и в этом месте там где вы работаете вы действительно ценный работник это я вам точно говорю потому что не каждый будет здесь работать и не каждый возьмет вашу профессию на себя и ответственность не каждый тут понятно да все понятно дальше кто загадал позиции номер 5 какой вы ценный работник да как оценит вас начальству какого цены работник на работе какой вы ценный работник оценивает вас начальство ну я не могу сказать что прям уж сильно оценивает хотя до вас любят вас уважают на вас можно положиться на вас можно положиться вы в этом месте работаете или сами начальником где вы кому-то помогаете да ну ваша работа это связано с тем что я должна кому-то помогать кому-то давать там совет или кто ко мне обратиться за помощью там какой-то денежный может быть или еще какой-то непосредственно до социальной помощью может заниматься или же вы просто такой работник куда вы другое место пойти не можете вам нигде так платить не будут как здесь а нигде больше платить не будут или же вы в себе просто не видите тот потенциал где вы можете зарабатывать больше и поэтому вы находитесь в этой месте и на свое руководство смотрите просто на как на богов каких-то вот они вам там дают копеечки ой какое счастье а где же я ищу эту копеечку заработаю хоть здесь а понимаете оценивать ли вас ваше начальство ну в принципе есть что-то такое что вас пока еще держит держит хотя вы уже куда-то намыливаетесь куда-то уже устремились вдаль посмотреть а что там за тем поворотом да кто на на том горизонте до что там мелькает может быть я скоро уйду на другую работу да уже есть немножко уже знаете такое ощущение как будто вы пришли на эту работу вообще без ничего то есть никаких денег у вас не было на нуле полном и немножко став здесь а на ноги и окрепнув вы уже сейчас смотрите куда-то вдаль ну и правильно делаете правильно делаете дальше оценивать для да вы ну да я то что и говорю здесь есть двоякость да или же вы действительно начальник где у вас в подчинение молодые которых вы обучаете которым вы даете помогаете да материально или поднимаете их по карьерному росту да как-то на даете да вот в обучении вот это вот все направление или же вы как второй вариант до молодой сотрудник молодой человек но молодая девушка который учится которым вот хочешь не хочешь нужно пройти эти этапы потому что чему-то научиться нужно никто тебя просто так не научит нигде только здесь а и вы только вот с нуля денег нету встаете на ноги пока что-то перепадает вам здесь вы как-то поднимаетесь наверх да и уже думаете но уже все как-то ну зарплатах уже там что-то я собрала себе еще но можно уже переходить на другое место не бояться то есть деньги у меня уже как бы есть вот здесь и я уже немножко заработала вот так как начальство оценивает ну в принципе принципе никак начальство так и понимает что если ты новичок пришел в любом случае ты сейчас поработаешь деньги соберешь и отвалишь от них а если действительно вы как начальники сами идете то могу сказать что ну пока вас все устраивает деньги в этом месте есть деньги здесь вводятся дальше кто загадал шестую позицию как вас оценивает начальство очень очень хорошо вы или сами начальник или скоро им станете потому что вас такой потенциал это просто вообще супер и знаете вы такой ценный работник вы такой ценный работник но без вас же никак никак такая светлая голова сколько у вас высших образований сколько стран вы поменяли где вы учились я не удивлюсь если вы закончили я не знаю оксфордский университет или где-нибудь в массачусетсе у них средка университет какой-то то есть у вас столько знаний и столько мощи вы конечно ценный работник естественно естественно и вам помогают всегда по карьерному росту я не знаю только кто вас тащит может быть папа может быть дядя может быть сами до начальники видя вас сильное старание понимают что вы простой человек да ну простая девушка а хочет очень высоко подняться а мозги позволяют ум то есть знание есть а почему бы нет давайте поможем да как говорится новому поколению нужно открывать дверь ну и все и вот вас как-то тянет тянут вперед вы растете поднимаетесь и ценный работник хвалят наверно вас на зависть другим дальше как оценит вас начальство как оценивает начальство что вас думает да может быть вы делаете сейчас ошибочки какие-то но они думают то ничего еще то есть но она же работает ну а кто и у нас кто не делает ошибки все мы на ошибках учимся правильно а потенциал до невысокий то она поднимется еще высоко и будет звездой просто будет звездой я не знаю вселенского масштаба может быть станет генеральным директором я не знаю газпрома или еще там я не знаю может быть в ней такой потенциал чуть ли не президента в россии стать вот как-то так то есть на вас такие виды но здесь звезда просто но не сейчас пускай немножко учится учится но потом она так взлетит но все и будем гордиться и вы это кстати наверно так же думаете об этом наверное с начальством тоже наверно говорите да что но дайте мне возможность ну дайте я еще проявлю себя вы еще обо мне будете газетах читать да или журнале вог меня будут там фотографировать так дальше как оценит мне начальство какой я же работник очень хорошо ценят за ваш ум за ваш настрой потому что характер у вас такой мужицкий немножко где-то мужик сказал мужик отрезал да может быть вы какое-то отношение мете к погонам к власти там милиции сице полиции так далее какое-то отношение имейте к медицине может быть вы потрясающий хирург только резать можете просто закрытыми глазами или же вы какое-то отношение мете к металлу тоже это взаимосвязано всем тушь вы работник наверное просто потрясающе но чего-то боитесь а волна волноваться в принципе нечем не все так плохо но вы волнуетесь и может быть ой я там шов забыла да вроде бы шила шила немножко осталось точно начальство увидит я здесь еще пациент пожалуется то есть но я не знаю может быть ну как то так я сейчас сказала это в шутку просто да с юмором но вот что-то в этом плане да боже мой боже мой так я там все сделала бумаги я завтра мне в суд надо сдавать на того я написала на этого написала так деньги я взяла ага сюда перечислила все завтра идем 800 так а в суд 8 идем или в 10 идем боже мой я же теперь всю ночь не усну во сколько же мы идем за во сколько же завтра мы идем суд вот эти вот страхи бессонница накручивание себя чем-то но не бойтесь вот посмотрите какая карта карта победа шестерка жезлов говорит о том что вы со всеми делами справитесь не надо быть такой скрупулезно не нужно так за все волноваться и бояться те ошибки которые вы делаете эти ошибки нормальные потому что все мы из этих ошибков вырастаем на этом учимся это наша жизнь если мы не будем допускать ошибок тогда я не знаю кем его мы как больные все будем просто не доделаны до что нормальный человек учится на своих ошибках в этом и есть вся жизнь заключается в этом поэтому ничего страшного допускайте ошибок растите в себе эту личность добиваете высоких до высоких званий высокого почета будьте сильной будьте мощной женщины чтобы у вас очень сильный потенциал я вам говорю серьезно потому что вам уже сейчас завидует уже сейчас завидует даже если вам очень мало лет да вы подниметесь высоко сядете в хорошее кресло да или же сберетесь на этого коня где вам будут ликовать будут аплодировать и возможно вы будете действительно знаменитостью да где может быть это же я буду вас смотреть по телевизору и а может быть вы с телевизора будете думать вот когда-то я на мне предсказала что я буду звездой и меня будут все смотреть вот так вот так что вот такой был расклад я надеюсь кому-то он поможет до понять какого вас мнение начальства и что вам делать с вашей работой куда стремится уходить или оставаться также работать я вам всем желаю всего хорошего удачи счастья на новом месте или на старом месте будьте все здоровы будьте счастливы и побольше вам денежек и уважение и понимание почитания со стороны начальства вас всех люблю спасибо что меня смотрите оставайтесь со мною вас всех люблю и обожаю спасибо до свидания